Здравствуйте, дорогие товарищи! 30 лет прошло с тех пор, как возникла коммунистическая партия рабочего класса. И это был трудный, в какой-то мере даже героический путь, в течение которого рабочий класс создавал свою партию. Создавал при помощи такой довольно сплоченной группы интеллигентов, грамотных, культурных, ученых, кандидатов экономических наук, докторов философских наук, кандидатов философских наук и даже технических и иных ученых, которые понимали роль рабочего класса, понимали необходимость соединения в борьбе за интересы трудящихся с рабочим классом, и поэтому с удовольствием, вовлеченно, помогали рабочему классу создавать партию рабочего класса. И теперь, когда прошло 30 лет, когда мы отмечаем этот юбилей, в общем, мы вспоминаем слова Владимира Ленина, который говорил, что юбилей – это повод вспомнить о недостатках, вспомнить о нерешенных вопросах, значит, подумать о путях их решения и выхода из каких-то проблем. Ну и надо сказать, что, конечно, в эти дни, в эти месяцы мы вспоминаем путь партии, выступали уже товарищи по этому поводу и много таких отметили нерешенных проблем, нерешенных задач. Ну, я думаю, что это молодые в основном товарищи и не знают, может быть, в должной степени предысторию партии. Партия долгое время находилась в таком зародышевом состоянии. И можно сказать, что каким-то таким зернышком явилась созданная за 5 или 6 лет до учреждения партии организация «Общество научного коммунизма». Инициатором этого общества был Михаил Васильевич Попов. К тому времени он уже был таким довольно известным человеком, ученым в общественной жизни Петербурга, Ленинграда тогда, да и не только. Вот, у него был круг знакомых, в том числе и мы были уже довольно хорошо знакомы. Вот, и поэтому поняли, что вот в той ситуации обострения кризиса, вызванного, значит, курсом на перестройку, необходимо что-то делать. Михаил Васильевич тогда представил это, мне кажется, в удачном для того времени образе, что вот ситуация находится в каком-то равновесии, значит, коммунизма и буржуазного наступления. И малейшие сдвиги в ту или иную сторону могут повернуть дело тем или иным образом. Поэтому, хотя вроде и немного народу, но если он выступит организованно, он может решить, значит, вот это равновесие разрешить в сторону коммунизма. А если такого сопротивления будет недостаточно, то последствия могут обернуться самым сложным, самым критическим и самым неблагоприятным образом. Ну и нужно сказать, что вот это общество научного коммунизма, мне кажется, оно, по крайней мере, приостановило бурный процесс буржуазного партстроительства. Более того, на каком-то этапе мы даже обогнали вот эту буржуазную стихию буржуазного партообразования. Скажем, из общества научного коммунизма вырос арминерный фронт трудящихся. Он возник раньше в Санкт-Петербурге, чем вот это движение народного фронта, чисто буржуазное движение народного фронта. Избирательная кампания осталась в прошлом, но атмосфера политической активности выплеснула в жизнь новое общественное формирование. В Ленинграде создан объединенный фронт трудящихся. Из многих клубов при участии общественных организаций образовался и Ленинградский народный фронт. В Ленинграде создан объединенный фронт. Слово экономистов объединенного фронта трудящихся наступает за усиление трудового характера доходов, за власть трудовых коллективов. Нет горократии коррупции, нет распродажи экономики страны в частные руки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Из таких важных направлений работы общества научного коммунизма был ставший быстро знаменитым клуб «За и против». Этот клуб «За и против» работал в помещении Дома политического просвещения при обкоме партии, при Ленинградском обкоме. Нам дали помещение для использования его раз в месяц, конференц-зал, с тем, чтобы мы там устраивали общественные дискуссии. С самыми разными силами туда был свободный проход, приходили все, кто угодно. Мы выставляли своих спорщиков, своих дискутантов, выступления делали вступительные, небольшие минут на 20-30. Значит, и после них дискутировали. И быстро приобрели такую популярность, известность и приток людей, потому что эти дискуссии стало транслировать Ленинградское телевидение. Они были интересными, они были содержательными. И это было не случайно. Почему? Потому что буквально быстро узнали о нашем клубе в других городах. И потянулись люди, коммунисты, особенно теоретики, у которых накопило много вопросов и ответов к руководству партии и государства. Вот, они звонили, приезжали, просились выступить. Вот, и мы с удовольствием, значит, предоставляли эту трибуну. И нужно сказать, что, значит, ну, практически на каждое выступление у нас были гости из Куйбышева, нынешней Самары, из Вологда, из Москвы, само собой, из окружных тут, из Ленинградской области, из окружных областей, из Тверской, Псковской, значит, еще там каких-то. В том числе, скажем, приезжали видные экономисты, доктора наук и профессора, такие как Сергеев Алексей Алексеевич, Ричард Иванович Косолапов. Вот, Ричард Иванович Косолапов как раз незадолго до этого рассорился с Горбачевым, с руководством КПСС. Он был секретарем фактически ЦК КПСС. Вот, значит, разругался, вышел из состава и сделал у нас два или три доклада даже. И, конечно, эти доклады, они сыграли большую роль. Ну, и я не говорю о том, что и местные у нас были доктора наук, профессора, Ельмеев Васильевич Яковлевич, Рященко, Мутагиров профессор из философского факультета МГУ. Ну, наши тут подросли, Долгов Виктор Георгиевич, другие, они-то были членами общества научного коммунизма. Вот, и, значит, активно выступали в этом клубе «За и против». В общем, короче говоря, где-то вот в течение этого года клуб «За и против», он приобрел такую известность, популярность, и был приток значительный. Этот зал, он там помещал около тысячи человек, и часто он был заполнен весь. Вот, и даже, значит, некоторые материалы у нас попросил обком партии, и, в частности, я написал один из отчетов, значит, в обкомовский бюллетень. Такое было издание ежедневное, бюллетень и городского обкома КПСС. И я написал, как ведущий клуба «За и против», написал такой отчет об очередной работе клуба «За и против». И вот, когда, значит, возникли уже народные фронты, развелась тут бурная деятельность, и дело подошло к выборам в Ленсовет, значит, мы решили, что у нас уже достаточно известности, достаточно популярности, достаточно связей со значительными силами, и в том числе вот на эти клубы «За и против» приходила целая ватага докеров Ленинградского морского порта во главе с выдающимися такими ребятами, тогда ребятами, сейчас это уже, значит, такие серьезные, зрелые люди, Тимофеев Евгений Петрович и Федотов Константин Васильевич. Это были симпатичные, взрослые, крепкие такие докеры, коммунисты с крепким словцом, с умением выступить, сказать свое веское слово и с ощущением беспокойства за судьбу страны. Поэтому они и сами активно выступали, и привлекали докеров, и даже так докеры эти кучковались там в одном месте, ну и иногда, значит, реагировали на отдельные промахи выступающих, иногда сами просили слово выступить. Короче говоря, произошла такая смычка с рабочим классом. Она произошла и в обществе научного коммунизма, и теперь, когда речь зашла о создании Объединенного фронта трудящихся, то, конечно, вот эта смычка, она и помогла, значит, развитию связей коммунистов, ученых с рабочим классом. И надо сказать, что вот это общество научного коммунизма, оно достигло определенных заметных успехов. О нас начали писать газеты, о наших собраниях, о наших программах, о наших вот этих выборов по производственным округам. Вот, и в том числе мы выдвинули кандидатов в Ленсовет. И надо сказать, что прошли наши кандидаты в Ленсовет, активно там выступались, боролись. Красавец депутат Ленсовета! И потом в дальнейшем, значит, уже в буржуазное время выступали, боролись, боролись против ваучеризации, разъясняли на заводах и фабриках вред и такую отрицательную почву и последствия этой ваучеризации. Помогло для широкого круга людей, для самого хода ваучеризации это мало. Тем не менее, это осталась пропаганда в головах людей. И когда, значит, мы увидели очередное обострение общественной и политической ситуации, мы поняли, что одного объединенного фронта трудящихся мало, что нужно фактически создавать коммунистическую партию. Казенов Александр Сергеевич, доцент высшей партийной школы. Товарищи, Россия давно связала свою судьбу с коммунистами. И коммунисты связали свою судьбу с Россией. И дело ни в том, ни в какой-то статье, а в связи людей с Россией. Сегодня мы живем в такое время, когда масса значительных коммунистов жмется в центр. Связала свою судьбу с середкой, с теплой серединочкой. Коммунисты России должны показать пример и выйти на левый революционный фланг, возглавив свой народ. Да здравствует революционная часть коммунистов, стоящая на левом фланге. Но поскольку мы были в КПСС, у нас все-таки было соображение, что вот Горбачев, Яковлев – это группа, которая фактически стала антикоммунистической фракцией в КПСС. И стал вопрос, а что же тогда является коммунистическим направлением в КПСС? И мы поняли, что вот это коммунистическое направление, оно скорее еще, оно есть где-то местами. Есть отдельные люди или даже группы твердого коммунистического настроения, убеждения. Но, значит, сколько-нибудь объединенного движения нету. И поэтому и созрела мысль о создании такого коммунистического движения, которое могло бы создать, объединить в рамках, значит, КПСС в Российской Федерации вот такое вот движение. Такую коммунистическую партию Российской Социалистической Федеративной Республики. Что в ней можно, значит, консолидировать вот эту коммунистическую антигорбачевскую линию. Попов, Михаил Васильевич, доцент Ленинградского университета. Я думаю, что у нас не изменятся дела в России, если не будет, как во всех других республиках, республиканской партийной организации, как органической составной части КПСС. Нам сегодня дали надзирателей над Россией в лице бюро российского ЦК КПСС. И Михаил Сергеевич занял очередной пост. Я думаю, что и два поста много, и я думаю, что Россия и российские коммунисты в состоянии сами избрать на своем съезде свой центральный комитет. Я думаю, товарищи, что мы не должны тут просто требовать. Я думаю, что вопрос о партии России, вопрос о республиканской партийной организации нашей, это наш вопрос. Мы должны создавать и коммунисты, и беспартийные, и должны создавать подготовительные и инициативные группы во всех партийных организациях, на всех предприятиях, обсуждать вопрос и о повестке дня съезда, и о тех решениях, которые должны быть приняты, и начать выдвигать кандидатов. Спасибо за внимание. Ну вот я, к сожалению, в этот момент как раз, значит, участвовал меньше всего, на несколько месяцев выпал из активной борьбы. Значит, почему? Потому что меня послали на повышение квалификации в Москву на пять месяцев, и я был в это время в Москве. Поэтому в какой-то мере, значит, я здесь не поучаствовал в формировании Российской коммунистической партии, РСФСР, но зато я понаблюдал, значит, в Москве за московским движением, в частности, за движением «Марксистская платформа» в КПСС. Вот, казалось бы, значит, там возникла раньше еще демократическая платформа в КПСС, те товарищи вроде ринулись туда, потом увидели, что на самом деле это еще более, значит, резкое движение буржуазностей, они отшатнулись от демократической платформы, то есть от наиболее буржуазных сил внутри КПСС. Создали «Марксистскую платформу». Но я был как раз на собрании этой «Марксистской платформы» в зале Московской высшей партийной школы. Я работал в Ленинградской партийной школе, учился я на курсах в Академии общественных наук, а тут в Московской высшей партийной школе организуют «Марксистскую платформу». Ну и тогда сразу-то я так без задней мысли думаю, действительно, может быть, тут что-нибудь будет, что раз это высшая партийная школа. Пришел я, подошел я к этой, значит, в Московской высшей партийной школе подъезжает лимузин, и из него выходит Яковлев. Значит, одного этого уже достаточно, чтобы сделать вывод, что что-то тут не так. Что какая-то не «Марксистская платформа», а это какая-то маскировка. И задача «Марксистской платформы», и любой другой платформы, это прежде всего консолидация демократически настроенных сил в пар. Нам кажется, что идти по пути разогласовствления собственности, дебюрократизации, можно не путем распродажи предприятий частным лицам, а по пути самостоятельности трудовых коллективов. Разделение должностей, деполитизация КГБ, АМИ, МВД, передача собственности народу, ликвидация парткомов на предприятиях, ничто здесь не было принято. Это ваши цели, и они не прошли? Да, поэтому я думаю, что в этих условиях разделение КПСС неизбежно, и демократическая платформа начнет создавать парламентскую партию, базирующуюся на тех идеях, которые мы всегда, в общем-то, порозглашали. Вне КПСС? Да, я думаю, что это будет уже партия вне КПСС. В одних рядах идут сегодня представители демократической и марксистской платформы КПСС, объединившись на основе программы действий коммунистов Москвы. Проект этой программы был выработан накануне октябрьских праздников. Цель ее в условиях перехода к рыночным отношениям защитить интересы людей труда. И какая-то не марксистская платформа, а это какая-то маскировка. Ну и действительно, ближайший ход событий этого собрания, он показал, что никто тут ничего не собирается устраивать никаких коммунистических партий, и никто не собирается отстаивать интересы рабочего класса, интересы рядовой интеллигенции, а это очередная, значит, попытка, или даже не попытка, она вполне удалась, раскола самой КПСС. И, значит, сам Яковлев, так это картинно, художественно, за марксизм, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, значит, вот меня пригласили, значит, выступить о состоянии, значит, коммунистической партии в Советском Союзе. Дурачка такого играет и думает, что он способен развести всех. Ну и действительно, многих-то он, видимо, развел, вот, что он марксист. Вот, вот, но мы-то знаем уже, грамотные люди знают, что марксистов по всему миру сегодня очень много всяких разных. Называют они себя в том числе, значит, левыми, но подлинно левыми являлись всегда только большевики. И, значит, в свое время Ленин и говорит, значит, что левые в кавычках, а крайними левыми или действительно левыми являются только большевики. Российская коммунистическая партия, Всесоюзная коммунистическая партия большевиков. Мы в какой-то мере, значит, КПСС в самом начале. Поэтому это был просто процесс разрушения, раскалывания на куски КПСС. Значит, это был 90-й год, и как раз это и был такой процесс уничтожения КПСС. И, конечно, это вызвало только ну такое отвращение у коммунистов, отвращение у сознательных культурных людей, значит, и наоборот тяга к коммунизму. И тут, значит, конечно, наши товарищи и в Москве, и мы в Санкт-Петербурге, и в инициативном движении коммунистов вообще, тут, кстати, вскоре создаялся очередной съезд инициативного движения коммунистов в Москве, мы поняли, что к чему идет дело, и что надо более решительно, более быстро, более активно создавать действительно коммунистическую партию. Ну и надо сказать, что, значит, съезды коммунистов, они дали свои результаты, и, скажем, в рамках коммунистической партии РССР наши товарищи там, значит, получили некоторые руководящие посты, участвовали в съездах этой партии, и даже Михаилу Васильевичу удалось на одном из съездов громогласно заявить, что никакого движения к коммунизму не просматривается, а вот движение к контрреволюции, значит, вполне просматривается. Выступление профессора ленинградца Попова. Является ли перестройка революцией? Ну, нам уже сказали, что она является. Нам остается записать, и, как я понимаю, мы делали, вернее, некоторые делали застойные годы. Я к этому числу не принадлежу, не принадлежал и принадлежать не буду. Так вот, некоторые товарищи сразу повторяли и разъясняли в своих трудах, как разъясняли экономную экономику, развитой социализм и другие великие достижения, творцы которых сегодня расселись в президентском совете и в других высших учреждениях государства и партии. Давайте, товарищи, вспомним, что такое теоретически революция. Революция, насколько все здесь знают, и все это знают прекрасно. И я не собираюсь здесь никого учить. Здесь грамотные люди. Революция – это переход от одной общественно-экономической формации к другой со сменой у власти класса, причем непременно реакционного класса на прогрессивный. Это какой же у нас класс собирается прийти? Ни теневикилии и ни непманы новоявленные. Это прогрессивный класс. Кто у нас собирается скупить фабрики и заводы? О ком пекутся те, кто говорит о приватизации сегодня? О рабочих, о крестьянах, об интеллигенции, может, о профессорах, может, профессора могут у нас скупить фабрики и заводы? Так вот, я думаю, товарищи, переход от одной формации к другой в теоретическом плане на пути вперед не просматривается. На пути назад просматривается, но это уже не революция, а контрреволюция. То есть в какой-то мере даже вот те грамотные коммунистические силы, которые были в обществе даже научного коммунизма, еще не осознавали, что контрреволюция уже произошла и идет разрушение медленное, замедленное и экономики, и общества социалистического, и партии. Но все-таки это было осознанно, и надо отдать должное и Михаилу Васильевичу Попову, и партии, и инициативному движению, и вот этой вот партии, что это было сказано. И это, конечно, навострило массы и трудящихся, и рабочих, и членов партии, что уж действительно, куда же мы тогда идем? Это видео Михаила Васильевича есть в сети выступления, такое разумное, страстное, и я думаю, что все честные силы, они не могли не откликнуться на это выступление. Поэтому тогда и голосовали за наше предложение, там, значит, чуть ли не треть съезда. Ну и после этого, конечно, мы тут поняли, что надеяться не на кого, что нужно действовать самим. Горбачеву удалось с помощью Полоскова, значит, овладеть иной этой новой партией, и они ее повели в прежнем направлении. Поэтому ожидать от нее больше нечего. Значит, сделать может только то, что есть в инициативном коммунистическом движении. Как только разрушилось, разрушили, значит, наше государство, партию и общество социалистическое, возникло три, можно сказать, партии. На почве КПСС. Это социалистическая партия трудящихся. Была такая Вартазарова. Ее поставили лидером этой партии. Была такая, возникла в ноябре ВКПБ под руководством Нины Андреевой. Была такая, выдающаяся тоже по-своему женщина, коммунист, которая выступила со знаменитой статьей. Не могу поступаться в принципе. В Советской России 13 марта 88-го года на целую полосу страстная статья против Горбачевского курса и против забвения принципов коммунизма и фактически отход от ленинизма. Эта статья, она, конечно, произвела большое впечатление. Эти буржуазные силы встали в ступор. Позднее, как Ульянов вспоминал, когда вышла эта статья, мы сделали руки по швам. Мы это, имея в виду, такая либеральная интеллигенция. Я сидел на крыльце в отцовском доме с отцом, получили газету с материалами 19-й конференции. И там выступал, значит, этот Ульянов. И вот, говорит, мы сделали руки по швам. Я говорю, папа, представляешь, вот только выступила женщина в газете, и они все, наверное, сделали руки по швам. А представляешь, что было бы, если бы кто-нибудь выстрелил? Они бы в штаны наделали. Простите за резкий образ. Название тоже было взято мною из выступления Михаила Сергеевича Горбачева на февральском идеологическом пленуме 1988 года, где нас, генеральный секретарь, призывал как раз не поступаться принципами. Да, значит, вот это Нина Андреева выступила в марте. И надо сказать, что она нашла очень большой отклик во всем обществе. И мы, значит, мы с Михаилом Васильевичем выступали, он, по-моему, организовал выбор с героиком партии для того, чтобы провести дискуссию по этой статье. И вот мы собрались, там некоторые члены общества научного коммунизма, и там выступали. Кстати, один отрывок из видеозаписи об этом, об этой дискуссии по поводу статьи Нины Андреевой, он попал вот в этот буржуазный фильм, как-то он называется, четвертая русская революция, или как-то так. Знаменитый теперь уже буржуазный фильм, и там выступает Елена Ивановна, она учительница, уже пенсионерка, такая очень боевая, симпатичная, ей было, наверное, уже лет за 60. Но она какую-то сохранила такую молодость, активность, значит, критиковала Горбачева, Яковлева, нас поддерживала, помогала. Вот. И вот она там так это страстно выступает. Ну и другие там тоже выступали, значит, активно, проникновенно. По всей стране прошли парцсобрания. На них был провозглашен возврат к старым коммунистическим ценностям. Это собрание прошло в Ленинграде. Вот ко мне лично могу назвать вот десяток учителей истории, которые говорили, школьных учителей, Елена Ивановна, работать невозможно. О каком патриотизме, о какой идейности может идти речь? И в 41-м году, несмотря на ошибки, просчеты и так далее, мы устояли только потому, что верили. Верили без конца. Верили в нашу родину, в наш социализм, верили, в партию, в Сталина верили. А мы должны ему помочь не подавляя его. В тот момент, когда снова зазвучал голос сталинистов, либералы, получившие больше всех от Горбачевской оттепели, были готовы к худшему. И пошло целое движение. Через некоторое время Фрунзельский райком партии организовал такую же дискуссию. Там тогда организовал такой Ефимов. был секретарь Ленинградского горкома КПСС. По-моему, позднее, чуть позднее стал секретарем горкома. А тогда он, наверное, там был одним из руководителей райкома. Тоже, значит, мы там выступали, тоже получили большой резонанс. Заводские многотиражки распечатали эту статью. И, конечно, эта публика напугалась. В спешке готовили большой отклик, отзыв и как бы контрудар. И этот контрудар последовал 5 февраля, по-моему, 5 апреля, значит, 5 апреля этого же года. Значит, там что-то было, манифест, антиперестроечный манифест, ну, в каком-то таком духе. Готовила его команда Яковлева. И, значит, от этой бедной Нины Александровны Андреевой, там камни на камне не остается, сталинисты там, та-та-та-та-та-та-та. Ну, в общем, какие-то негодяи хотят остановить перестройку, революцию, та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну, и, конечно, они себя разобла... Перед честными людьми они себя этой статьей разоблачили. Поэтому раскол как бы в обществе, в партии и в обществе, он прошел еще более резко. Ну, вот, к сожалению, не удалось соединить вот эти вот силы. У Нины Андреевой там возникло свое окружение, вот они поторопились создать, значит, всесоюзную коммунистическую партию большевиков. Уже название это неудачное. Не в том смысле, что они, значит, вспомнили о хороших временах партии. Нет, это хорошо, что они вспомнили об этих временах и захотели на них опереться. Но ВКПБ это уже пройденный этап. Он снят в КПСС был. Поэтому, ну, как бы надевать на себя старую одежду, ну, это не очень грамотно ни в каком смысле, ни в идее, ни в политическом, ни в практическом. Тем более в практическом. Так что, вот, наряду, значит, с неудачной социалистической партией трудящихся возникла вот эта неудачная ВКПБ. Она коммунистическая, с самыми хорошими намерениями, но субъективно чувствуется, она не подготовлена теоретически в достаточной мере. Несмотря на то, что у нее был замечательный помощник Владимир Иванович, выпала из головы фамилия, доктор философских наук. Он ей, конечно, помогал, и статья была хорошая, и деятельность была, ну, в целом такая, позитивная, коммунистическая все-таки, но недостаточная для тех времен уровня. Почему? Потому что других таких интеллектуальных сил у них все-таки не было. У нас-то уже собрались большие силы со всей России. Но, тем не менее, значит, вот осталось из этих групп, которые произносили себя партиями, якобы наследницами КПСС, только РКРП, Российская Коммунистическая Рабочая Партия. Мы сознательно усугубили название, то есть не только коммунистическая, но и подчинкнули Рабочая Партия. И надо сказать, что вот эта Российская Коммунистическая Рабочая Партия, она внесла больше определенности. Скажем, какие-то элементы такие недостаточно учить, стойкие, недостаточно грамотные или недостаточно уверенные, убежденные, они как-то отошли. Вот. И, как говорится, осталось народу меньше, но зато крепче. И народ довольно интересный. Пришел учредительный съезд, первый съезд. Зайдет заряд пленительного счастья. И Россия вспрянет ото сна. Участники съезда это коммунисты России. Всего зарегистрировалось 525 делегатов тех людей, которые приехали на съезд коммунистов России с готовностью на этом съезде учредить Российскую Коммунистическую Рабочую Парту. Интеллигенция, здоровая ее часть, встает на служение рабочему классу. правитарии, понимаете? Просто идеалом общечеловеческим. Вы знаете, давайте оставим общечеловеческий идеал. По усталу партии запрещают амбиции, склоки, вождизм, сигнал. У меня альтернативный вопрос, это политически ошибочный проект. Совершенно верно. В принципе, я не хочу даже обсуждать никакие замечания к проекту, которые политически ошибочны. Я прекрасно понимаю, о чем идет речь, что идет политическая борьба. Товарищи, проект хороший, но не надо же упираться в один из всех проектов. Это амбиции. Если мы сейчас начнем, мы расколем съезд. Слушайте, мы собрали 1120 голосов. Как тяжело. Приходишь к рабочему, подпишись. Как ты сам? Не буду, не буду, не буду. Нам самое главное сейчас создать партию «Волга». А потом вы говорите «Новзоровцы там». Это потом. Ленин-то говорил с точки зрения большевизма. Вы, кажется, меня не понимаете. Это вы не понимаете. Это вы, какие… Вопрос у вас идёт о диктатуре пролетариата. У Ленина ещё раз повторяю, сказано, он задаёт вопрос, что такое диктатура пролетариата? Ленин, диктатура пролетариата есть ничто иное, как организационная диктатура пролетариата. Вот что такое советская власть. Он здесь говорит, что… Не только сказано о диктатуре пролетариата, почему вы взяли именно это… Да потому что во время Совета... Не к социализму. Минута, а вы берете... Замечательные были уступления, замечательные были лидеры. И мы начали вот этот новый этап борьбы уже в недрах буржуазного общества со всеми вытекающими последствиями. И что интересно для нашей темы, для нашего сегодняшнего разговора, что вот эту борьбу за рабочую природу, за рабочие основания, за рабочую сущность партии нам пришлось вести и в рамках Российской Коммунистической Рабочей Партии. То есть насколько вот выветрился из сознания вот этот дух рабочий и вот это понимание, что Коммунистическая Партия – это партия рабочего класса. Она возникла на основе научного социализма, соединенного с рабочим движением. Научный социализм – это и есть отражение в сознании конфликта рабочего класса и буржуазии. И это было научное разрешение этого конфликта. Это была пока теория и указание пути, куда движется разрешение этого конфликта. движется оно к коммунизму на почве развития рабочего класса и его партии. И раз товарищи этого не понимают, ну, они люди каких-то других партий. Поэтому приходят с ними расставаться. Ну, так же произошло и в РКРП. Значит, даже в руководстве оказались люди, которые недостаточно это понимали и, как мы убедились, препятствовали выдвижению рабочих в руководящие органы партии. И, скажем, все вроде хорошо, программа у нас рабочая, коммунистическая, действия у нас рабочие, коммунистические, а доходят до каких-то решений. Значит, собралось там, так сказать, собрание Ленинградской организации или там Центральный комитет, или там еще что-то. Большинство интеллигенций, служащих, значит, еще там каких-то людей, художников, артистов, а рабочее меньшинство. И хотя эти интеллигенты, служащие, значит, поэты, артисты и прочее, хорошие люди, и у них коммунистическое убеждение, вот этой остроты, вот этого постижения сущностей недостаточно. Вот в последней газете, значит, Виктор Иванович Жигалко, председатель фонда рабочей академии, вот он и говорит, что Красный университет – путь постижения марксизма. Вот марксизм нужно постигнуть, как и любую теорию. Мало ее, то сказать, в институте изучить, изучить ее понятия и их связь. Нужно еще постичь сущность, свободно, значит, обсуждать проблемы, какие-то противоречия, чтобы делать открытия какие-то, чтобы двигаться в практическом движении дальше. Вот, а мы, наша партия, она вот это делала, выполняла вот эту задачу постижения. И надо сказать, что, когда мы увидели, что вот эта ситуация воспроизводит, ситуация непонимания роли рабочих, непонимания рабочей сущности партии касается даже наших товарищей в руководстве, значит, мы поняли, что тут возникли какие-то трения не случайного характера, а характера довольно глубинного. И, значит, 93-й год события, и трения вот эти, и понимание проблемы привели к тому, что, значит, мы, собственно говоря, решили продолжить курс создания именно рабочей партии. Именно коммунистической партии в глубоком вот этом смысле. Ну и надо сказать, что, конечно, это привело на первом этапе к каким-то сокращениям членов партии, вот, к каким-то трудностям и сложностям. Но все мы эти трудности и сложности преодолели и, собственно, стали развиваться на такой основе. Если говорить о содержательной стороне деятельности нашей партии, то фактически она хорошо отложилась в наших газетах, скажем, «Народные правды», которые мы издаем фактически с 91-го года, «Зарабочее дело» у нас была, «Боевая газета». Сейчас, значит, под названием «Зарабочий класс» она выходит и ведет нашу пропаганду и отражает ту деятельность, которую мы ведем сейчас. Так что, да, книги за это время мы издали книги. Вот надо бы как-нибудь подвести итог. Кстати, вот к юбилею можно было бы подвести. Сколько мы издали книг и брошюр? Ну, я думаю, что счет пошел уже на десятки, потому что вот в эти годы мы издавали по нескольку книг в год наших авторов. Причем, это, как правило, выдающиеся книги. Михаила Васильевича Попова, Александра Владимировича Золотова, Мазура Олега Анатольевича, значит, других моих, есть несколько книжек, наших совместных с Михаилом Васильевичем. Ну, в общем, в некоторые годы, какой-то год там мы издали четыре книги, и, значит, был издан такой большой философский биографический словарь, и там авторы включили и меня с Михаилом Васильевичем в этот словарь. Вот мы удивились, что буржуазия признает, значит, и ярко выраженные коммунистические силы научные тоже, значит, и вносят в этот регистр буржуазный. Хотя мы, конечно, ни в коей мере не являемся буржуазными учеными или философами, или что-нибудь в этом. Так что, вот эта вот борьба за рабочий класс внутри нашей партии, она была, есть и удивительно, что она продолжается до настоящего времени. Конечно, мы много думали на эту тему, о причинах, так сказать, вот этого явления. И понятно, что тут есть и социальные причины, буржуазное влияние общества, оно господствующее, оно так или иначе влияет на наших людей. И кто недостаточно постиг суть, кто недостаточно, значит, знает теорию, то недостаточно осознает тождество своих интересов с рабочим классом, особенно это касается интеллигенции служащих. То есть, если они не понимают, что они выживут и могут жить только при рабочем классе, то они пропадут. Кстати, вот это явление нынче, оно возникает в международном масштабе. Вот сейчас в Англии и в Америке переполох, что у них нет своей промышленности, нет своего рабочего класса. И Трамп им указывает, что вы идете к разрушению, он это назвал снова, будем снова великими, то есть, будем снова развивать свою промышленность, содержание этого тезиса, что финансисты, финансовый капитал, который командует сейчас миром США, значит, он привел к разрушению экономики и роли США, силы США, а стало быть, и роли США. Вот она сейчас уменьшается, распадается. И вот недавно, значит, материалы были по Англии. Англия, она тоже пришла к этому, что у них рабочего класса не осталось, материального производства не осталось, все где-то там на них работают Канада, Австралия, еще там кто-то, а они тут изображают из себя интеллектуальный центр, элиту, науку, художество. Правда, конечно, у них высокая производство, в той части производства, которая сохранилась. Сохраняются научный, технический потенциал, технологический потенциал, но экономика рушится, стоимость создается только в материальном производстве, реальном. Этому научил их еще Адам Смит, значит, их сородич в середине 18 века, в 1775 году он еще написал свой выдающийся труд, по которому учится весь мир. Они забыли Адама Смита. Вот Марс, Ленин, мы не забыли Адама Смита и каждый год его упоминаем. Я думаю, вот не проходит года, чтобы мы не вспоминали Адама Смита. А у нас вот у буржуазии современной я тут как-то говорил на одной из лекций, что нами прадевят утопические капиталисты. Вот до Марса был утопический социализм, а теперь есть утопический капитализм. Они думают, что главное это деньги, главное это финансы. И вот когда я руководил кафедрой государственного и муниципального управления, я вдруг понял, что мои преподаватели и экономисты, они как-то не понимают экономики. Я задумался, почему? Потому что они изучили и учат студентов по западной книге экономикс. Вместо политической экономии они преподают экономикс. А экономикс это речь об конкретном организации производства и о деньгах. И наши учебники даже по экономике, курс экономики, они начинаются с финансов. И речь идет, значит, целый учебник о финансах. Как текут, перетекают, кто перехватывает, получает и раздает финансы. Я своим товарищам экономистам говорю, вы помните, какой темы, с какой проблемы начинается великий труд Адама Смита от резины богатства народов. Они, конечно, не помнят. Я им напоминаю. Называется первая глава о производительности труда. Вот в чем вопрос. Производительность труда. И Ленин, значит, в великом, по-моему, починие. Новый строй, новая экономика, значит, победит. Более высокой производительности труда. И надо сказать, что вот этой теме производительности труда ей уделяли очень большое значение в Советском Союзе. И Ленин, и Сталин. И, кстати, недавно вышло хорошее сочинение Александра Галушки и коллектива авторов, он руководитель, «Кристалл роста». Он рассматривает экономику с 22-го, по-моему, по 54-й год развития российской экономики и показывает, как она была организована и как росла. Нигде в мире не было такой экономики с таким ростом. 13-14 процентов средним по этому периоду. И где такого роста никогда не было. Ну, вот Китай в отдельные годы тут показывал тоже большой рост. Причем особенно вот хорошим моментом мне понравился, я думаю, полезным в общественном смысле, что он показал, что вот этот миф о том, что сталинская экономика создавалась там зэками, что вот там народ был значит весь в тюрьмах, в лагерях, и он там работал, и вот росло богатство. Он показывал, что значит там участь зэков, она находится в пределе погрешности, там один, полтора, иногда два процента. Ничего там они особо не создавали. Причем это в основном все-таки черновые работы, добывающая такая, да и дерево, когда его добывают, там пилят и везут, это тоже скорее добывающая все-таки промышленность. Так что вот это вот заблуждение, постижение, это большая проблема. И надо сказать, что мы в Красном университете очень много этому уделяем внимания. И получается, что некоторые неустойчивые элементы, попадая к нам на учебу, а к нам в Красный университет приходит, значит, кто хочет, мы приглашаем всех желающих учиться. Вот, в том числе и членов партии в первую очередь. и те, значит, быстро осознав, что Красный университет это действительно дает такие глубокие знания, можно здесь многому научиться, вот они схватили и через некоторое время уже так это окрепли и почувствовали в себе какие-то такие большие силы, что уже значит, сами чувствуют, что они тут могут решать проблемы, что они тут уже даже и Марс и Гегель уже не указ, они уже сами, значит, Гегель, и вот в этом университете мы сталкиваемся с той же проблемой, с которой я когда-то столкнулся на философском факультете, там тоже вот люди, которые поизучали немножко Гегеля, поняли, что вот эти вот значит, категории, их связи, что они помогают многое познавать сразу суть вещей схватывать, кстати, познавать, постигать по-немецки бэгграйфен, грайфен, схватывать, и кстати, и на русском языке мы иногда так говорим, он быстро схватывает, то есть быстро понимает, быстро постигает, да, вот они схватили и начинают тут уже рассуждать и уже про Гегеля забывают, дальше уже его не изучают, вот капитал тоже там первые главы прочитали о труде, о деньгах, и тоже им кажется, что они уже все поняли, значит, начинают выступать, мы стимулируем, значит, товарищи, сейчас у них те, кто закончил Красный Интекс, пишите статьи, но статьи, они должны быть научной проблемой, о чем-то новом, но, конечно, это не фундаментальной науке, вы, конечно, еще не доросли, вам мало, нужно писать о каких-то конкретных и вам близких практических вопросах, в том числе о рабочем движении, о создании там коллективных договоров, о создании профсоюзных организаций, может быть, о каких-то исторических моментах новых. Возникли, товарищи, которые решают стали мировые проблемы. Ну, скажем, последний сюжет на эту тему, который вот недавно закончился, значит, это группа товарища Гордеонина, который, как оказалось, совсем не товарищ наш. Вроде бы выступал, вроде бы даже писал, вот, но тут, значит, разразился философским трактатом о рабочем классе и человечества, значит, предлагает тут решение рабочего класса раствориться в человечестве, па-па-па-па-па-па-па, значит, мы, конечно, по-товарищски убеждали, что это неправильно, это незрело, вот, что дело обстоит так-то, так-то, и так-то. Наоборот, прогресс человечества, он сейчас и зависит от развития рабочего класса. Прогресс человечества связан с развитием рабочего класса. эксплуататорские классы, они загнивают и приводят к консервации и борьбе с прогрессом потом. И сегодня, вернее, не сегодня, а 20-й век мы наблюдаем, что весь буржуазный мир борется против того прогресса человечества, который связан с развитием рабочего класса. Поэтому буржуазия сейчас в лучшем случае консервативна. как вот наши национал-патриоты, либерал-патриоты. А вообще вся буржуазия под дружным руководством США, она реакционна, она дошла до фашизма. Причем вот история с подниманием фашизма и вот этой вот операции против нацизма на Украине он рельефно показывает и наш уровень, и нашу роль в осмыслении постижения современной общности. О явлении фашизма на экспорт мы сказали обществу в 12-м году. Перечем тут тоже с одной стороны из главной выступил Михаил Васильевич эту идею сформулировал. А с другой стороны у нас был выдающийся товарищ, автор и член и общества научного коммунизма объединенного фронта трудящихся и инициативного движения и потом в партии Борис Лаврентьевич Фетисов. Вот он написал значит статью об этом фашизме на экспорт в 12-м году, когда еще он только зарождался и он прошелся бурным огненным цветом по северу Африки и Ближнему Востоку. Показал свое фашистское нутро. И вот у Михаила Васильевича хватило аналитической мудрости и синтеза схватить, что это развлечение в политике финансово-капистрирования, капитала в той части политики, которую она оставляет для себя демократия внутри Соединенных Штатов и развитых стран и для внешнего использования фашизм, фашистской идеологии и политики. И надо сказать, что много сил мы потратили на разъяснение этого момента. И тем не менее до самого последнего времени это было как-то неясно. И только когда этот фашизм оказался у нас на границе России, значит, на Украине, наше руководство вынуждено было признать, что это фашизм. И сформулировал СВО, правильно, борьбу с нацизмом. То есть с фашизмом в самой его мерзкой шовинистической форме. Вот до чего мы дошли до значит до чего мы дошли на нашей советской почве бывшей. То есть у нас в стране, которая победила фашизм германский первую его форму нацизма, первую форму нацизма германского. Теперь у нее значит под носом развился фашизм и мы вынуждены с ней бороться в такой степени, что государство было вынуждено, путинское руководство было вынуждено против него выступить. Почему? Потому что фашизм он бы был вот здесь уже в Белгородской области. Так что вот мы считаем, что в какой-то мере наше общественное сознание было подготовлено, потому что мы значит уже несколько лет объясняли обществу и там читают нас. Мы-то всегда действуем открыто, всегда говорим то, что думаем, хотя стоим на самых революционных пролетарских позициях. Вот понимаем, что нас прослушивают, но никогда не стесняемся, никого не боимся. Большое спасибо за внимание. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова